Первое соборное послание святого апостола Петра Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Осии и Вифинии, избранным По предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир доумножится. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследовая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедовано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. И так Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Марка Святое Благовествование И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградую, и выкопал точилы и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу, принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читались его в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделается главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу. И, оставив его, отошли. И начат им притчи глаголочи. «Виноград насади человек, и огради оплотом, и ископа точила, и создаст толп, и предади его оттяжателям, и отыди. И посла к тяжателям во время раба, да оттяжатель приимет от плода винограда. Они же емши его биша, и послаша тощ. И паки посла к ним другагу раба, и того каменем бивши, пробивши главу ему, и послаша бесчестно. И паки иного посла, и того убиша, и многие ины, овы убабьющи, овы же убивающи, ище убы единого сына имя возлюбленного своего. Посла и того к ним последи глаголе, як устрамяться сына моего. Они же тяжатели, режши к себе, як у сей есть наследник, приидите, убьем его, и наше будет наследствие. И емши его убиша, и извергоши его вон из винограда. Что уба сотворит Господь винограда? Приидет и погубит тяжатели, и даст виноград и нем. Не писание ли чесочли есть те, камень его же не вреду сотворишь из издуси, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивно во очию нашию. И исках у его яти, и убояшися народа разумеш его, яко к ним притчу рече, и оставльше его от идоша. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Марка. Глава двенадцатая. Стихи первый, девятый. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес его оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем. И опять иного послал. И того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И, схватив его, убили, и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Виноградник означает иудейский народ, который насадил Господь. Охрани, сказано, то, что насадила десница твоя. Псалом 79, стих 16. И Моисей говорит, введи его и насади его на горе достояния твоего. Исход, глава 15, стих 17. Под оградою, разумеется, закон, не допускавший иудеев смешиваться с другими народами. Башня, есть храм, который был великолепен. Тачилом означается жертвенник, на котором проливалась жертвенная кровь. Бог отдал народ свой виноградарям, то есть учителям и правителям иудейским, всем свое время. Он послал сперва одного раба, то есть, как можно думать, пророков, бывших около времени Ильи. Например, Михея, которого бил о лжепророк Сидикия. Смотрим Третью книгу царств, главу 22, стих 24. Послал другого, которому камнями пробили голову и таким образом нанесли полное поругание. Можно относить это ко времени Осии и Исаии. Послал и третьего раба. Что можно разуметь о пророках времен плена иудейского? Например, о Данииле и Иезекиле. Наконец, Бог послал Сына Своего, который назван человеком ради человеколюбия, говоря, постыдятся Сына Моего. Сказал же это не, не зная, что они сделают Сыном Его, но выражая то, чему по намерению Его надлежало быть и что было возможно. Но злые делатели, зная, что это наследник виноградника, вывели его вон из виноградника, то есть из Иерусалима, и умертвили. Христос действительно распят был вне города. Зато господин виноградника, отец убиенного сына, или лучше сам убиенный сын, погубит делателей, предав их римлянам, а виноградник свой отдаст другим делателям, то есть апостолам. Хочешь ли знать, как апостолы возделали этот виноградник? Прочитай книгу «Деяния апостольских», и ты увидишь, как три тысячи и пять тысяч душ вдруг уверовали и стали приносить Богу плод. Стихи 10-12. Через все это Господь показывает, что иудеи отвержены, а язычники приняты. Камень есть сам Господь, а строители суть учителя народа. Таким образом, кого пренебрегли эти учители, тот и сделался главой угла, сделавшись главою церкви, ибо угол означает церковь, которая совокупляет и соединяет всех, иудеев и язычников, подобно как угол соединяет две стены, сводя их в себе вместе. Этот угол, то есть церковь, от Господа и дивен в очах наших верных, тогда как для неверных и самые чудеса кажутся ложью. Итак, церковь дивна, потому что она основана на чудесах, при Господнем содействии апостолам и подкреплении слова последующими знаменями. Смотрим Евангелие от Марка, главу 16, стих 20. Стих 20. Гордый не терпит превосходства над собою, и, встречая его, или завидует, или соперничает. Соперничество и зависть друг другом держатся. И в ком есть одна из их страстей, в том обе они. В ком есть они, того мучит успех других, а в ком нет, того не печалит он. Этот, когда другому оказана честь, не смущается, когда другой возвышен, не тревожится, потому что всем отдает преимущество, всех предпочитает себе. Без смиренно мудрия напрасный всякий подвиг, всякое воздержание, всякое послушание, всякая нестержательность, всякая многоученость. Нечистый дух высокоумия, изворотлив и многообразен, и все усилия употребляет, чтобы возобладать над всеми, мудрого уловляет мудростью, крепкого крепостью, богатого богатством, красивого красотою, художника и искусством. И ведущих духовную жизнь не пропускает он искушать подобным же образом и ставить свои сети, отрекшемуся от мира в отречении, воздержанному в издержании, безмолвнику в безмолвии, нестяжательному в нестяжании, молитвеннику в молитве. Во всех старается он посеять свои плевелы. Как врачество против гордости, чаще прочитывай следующее и другие подобные места Писания, направленные против ней. Игда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яку рабы неключимы есть мы. Аще кто мнит себе быти, что ничтоже сый умом льстит себе. Еже есть в человец их высоко, мерзость есть пред Господом. «Научитесь от меня, яку кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим», говорит Господь. «Во смирении нашим помянул и Господь и избавил наесть от врагов наших. Смирихся и спасемя, нечист пред Господом, всяк высокосердый». «Если здоров ты телом, то не превозносись и бойся. Кто сам себя возвышает, тот готовит себе бесчестие, а кто служит ближнему в смиренномудрии, тот прославится. Смири помысел гордыни, прежде нежели гордыня смирит тебя. Не изложи помысел высокоумия, прежде нежели он не изложит тебя. Сокруши похоть прежде, нежели похоть сокрушит тебя. Не осуждай брата в непостоянстве, чтобы и самому тебе не впасть в ту же немощь. Новоначальные, не имеющие смирения, не имеют у себя оружия и насопротивного, и таковы потерпят великое поражение. Пусть монах имеет тебя из последних последним и приобретает себе упование, ибо, смиряясь себе, вознесется, а возносяйся — смириться. Зла и укоризна монаху — гордыня, дерзость, бесчувственность, бесстыдство, безрассудность, вспыльчивость, безумие. Если возлюбишь гордыню, будешь часть бесам, если возлюбишь смиренно-мудре, будешь часть владыки Христу. Высокоумный человек много понесет печали, а смиренно-мудрый всегда будет веселиться о Господе. Высокоумие во всякое время домогается чести, а смиренно-мудрее в славе не превозносится и в бесславии не беспокоится, потому что ожидает награды от Господа. Превозношение ослепляет умные очи, а смирение просвещает их любовью, ибо Господь научает кротких путем своим. Опасно человеку надеяться на самого себя, а надеющийся на Господа спасется. Украшающий одежды свои возгордится, а гордый монах, не оперившийся орел. Смиренно-мудрый монах, легкий скороход и как бы меткий стрелок. Как железо все утоншает и покоряет, так и смирение по Богу разрушает кознь врага. Что рогатина для зверолова и оружие для воина, то для монаха смирение. Опасно человеку гордыня в каком бы то ни было виде. Не люби гордыни, потому что нет в ней пользы. Всякая немощь при попечительности исцеляется, но не дух гордости с трудом врачуемое зло, потому что она отвергает целительное врачество и вымышляет для себя смертную отраву. Да не будет ее в рабах Христовых. Хочешь ли быть великим? Будь меньше всех. Если выйдет брат из монастыря, не превозносись над ним мыслью, и да не будет он бесчестен в глазах твоих. Не весь его, что родит, находяй день. Слушай того, кто говорит, меняйся стоять и доблюдеться, да не подет. И еще. Не хваляй себе, искусен, но его же Бог восхваляет. Ибо многие думали о себе, что одержали они вверх и начальствуют, но они стали искромешных, кромешными, а люди отчаянны, прияли благодать, потому что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Если видишь человека непослушного, гордого и мудрого о себе, то корень его уже полумертв, потому что не приемлет в себя тука, сообщаемого страхом Божьим. А если видишь человека безмолвного и смиренного, то знай, что корень его прочен, потому что напаяется тухом страха Божия. Велико преуспеяние и велика слава смиренномудря, и нет в нем падения. Признак смиренномудря обеими руками удовлетворять потребности брата, так как бы и сам ты принимал пособие. Человек гордый и непокорный увидит горькие дни. Смиренномудрый же и терпеливый возвеселится всегда о Господе. Великое дело найти человека смиренномудрого и терпеливого. Доброте его нет меры. Кто превозносится над братом своим, над тем издеваются бесы. Дожди размножают сорные травы, а сообращение с людьми мирскими производит страсть высокоумия. Но боящийся Господа не превозносится. Если сподобился ты дарование невысокомудрствуй, ибо не имеешь у себя ни одного совершенства, его же не сиприял от Бога. И если не будешь ходить по его заповедям и воле, отнимет он на тебя собственность свою и отдаст лучшему, и тогда будешь походить на человека, у которого отнимают перо, только что омоченное в чернила. Сколько не превозносится человек в гордыне сердца своего, все же он попирает землю, из которой взят и в которую пойдет, возвышает же Господь смиренных. Высокоумие не излагает, а смиренно-мудрее получает победную награду. Если пред братьями своими окажешься чистым, как золото, то и тогда почитай тебя сосудом непотребным и избежишь гордыни, ненавистной Богу и людям. Если видишь, что брат твой грешит и наутро свидишься с ним, то не презирай его, признавая грешным в мысли своей, ибо не знаешь, что, может быть, когда ушел ты от него, сделал он попадений своем что-нибудь доброе и умилостивил Господа с дыханиями и горькими слезами. Надобно удерживаться от осуждения других. Каждому же из нас надлежит смирять себя, говоря о себе словами псалма «Беззаконие мое превздуше главу мою, яко бремя тяжкое оттяготешено мне». Не дай мне общий всех владык от такого сердца, которое ненавидит подчинение и отеческое вразумление. Удали от меня горделивые помыслы, ибо Ты, Господи, запретил еси гордым. Не только взор пусть будет поникшим долу, но и сердце да не превозносится над другим. Если двое новоначальных живут со старцем, кто из них больше пред Господом? Тот, кто смиряет себя пред братом своим в страхе Божьем, ибо не лжив сказавший смиряясь вознесется. Кто хочет сдвинуть камень, тот не сверху, а снизу подложит рычаг, и тогда легко поворотит камень. Это образец для смиреномудрия. И Богу, и людям ненавистна гордыня, а любящих смирение возвышает Господь. Ни достоинства, ни почесть, ни величие вводят в Царство Небесное, но смирение, послушание, любовь, терпение и благодушие вот что спасает человека. Не слыхали разве, что дьявол за гордыню не спал с неба? Не слыхали разве, какой великой славы лишился он за противление Богу? Смиренный не тщеславится, не гордится, служа Господу из страха пред Ним. Смиренный не устанавливает собственной своей воле прикословие истине, но повинуется истине. Смиренный не завидует успеху ближнего и не радуется его сокрушению, падению, а напротив того радуется с радующимися и плачет с плачущими. Смиренный не уничижается в лишении и бедности и не оказывается надменным в благоденстве и славе, но постоянно пребывает в той же добродетели. Смиренный почитает не только высших, но и низших себя. Смиренный не впадает в раздражительность, никого не оскорбляет, ни с кем не ссорится. Смиренный не упрямится и не ленится, хотя бы и в полночь позвали его на дело, потому что поставил себя в послушание с заповедем Господним. Смиренный не знает ни досады, ни лукавства, но в простоте служит Господу, мирно живя со всеми. Смиренный, если услышит выговор, не ропщет, если будет заушен, не выйдет из терпения, потому что он ученик претерпевшего за нас крест. Смиренный ненавидит самолюбие, почему не домогается первенства, но почитает себя в мире как бы временным пловцом на корабле. Если изучишь и все божественное писание, смотри, в противность писанию, да не надмевает тебя этим помысел, потому что все богодухновенное писание учит нас смирению. А кто думает или делает противное тому, чему учился, то всем самым показывает, что он преступник. Если тревожит тебя дух гордости или любоначали или богатства, то не увлекайся им, а напротив того стань мужественно против ополчения лукавого и льстивого духа. Представь в мыслях древние здания, обещавшие изображения, изъеденные ржавчины из толпы и размысли сам собою и посмотри, где обитатели и соорудители всего этого. И старайся угодить Господу, чтобы сподобиться тебе Царствие Небесного, за не всяко плоть, яко трава и всяко слава человеча, яко цвет травный. Что выше и славнее царского достоинства и славы, но и цари приходят и слава их, а удостоившиеся Царствие Небесного, не испытывают ничего подобного, но в мире и радовании пребывая на небе с ангелами, без болезней, печали и воздыхания, в радости и веселье хваля, прославляя и величая Царя Небес и Господа всей земли. Если прежде всех придешь к службе Божией и простоишь до конца, да не надмевает тебя симпомысел, ибо высокоумие подобно норе, в которой гнездится зми и умерщвляет подходящего. Не будем превозноситься, а станем лучше смирять себя. Да и что у нас за силы, чтобы превозноситься нам, когда и малая затруднительность повергает нас на землю? Посему возлюбим смирение, чтобы Господь не отвратился от нас. Во всяком месте и во всяком деле добудет с тобою смиренно мудрие, ибо как тело имеет нужду в одежде, тепло ли или холодно на дворе, так и душа имеет всегдашнюю нужду в облачении себя смиренно мудрием. Предпочти лучше ходить раздетым и разутым, нежели быть обнаженным смиренно мудрие, потому что любящих он покрывает Господь. Имей смиренный образ мыслей, чтобы, превознесшись на высоту, не разбиться в страшном падении. Начало смиренно мудрие покорность, смиренно мудрие да будет у тебя и основанием, и облачением ответа, речь же твоя пусть будет проста и приветлива в любви Божией. Высокоумие не подчиняется, непослушно, непокорно вводится собственным своим помыслом. Осмиренно мудрие послушно, благопокорно, скромно воздает честь и малым, и большим. Избрав для себя благоговейную жизнь, трезвис, чтобы лукавый под видом благоговения не внушил тебе чуждого помысла и именно тщеславия и гордыни, по которым не захочешь трудиться вместе с братьями, работай, как и другие братья, и охраняй свое благоговение. Если будет тревожить тебя помысл самомнение, скажи борющему тебя, иди от меня прочь, лукавый помысл, что такое я сделал, или в какой преуспел добродетели, что внушаешь мне подобные мысли. Святые каменем побиений выше, притрений выше, искушений выше, убийством меча умроши. Сам владыка всяческих за нас крест претерпе, а сормоте не родив. А я, все время жизни своей проведя во грехах, какой дам ответ в день суда? И сим отгонишь от себя высокоумие. Один брат сказал, просил я себе у Господа помысл смиренно-мудрее, чтобы, когда брат мой прикажет мне сделать что-нибудь, говорил я по умыслу, это господин твой, слушай его. А если прикажет другой брат, опять говорил, это брат господина твоего. А если прикажет ребенок, и тогда говорил, слушай сына господина своего. И таким образом, противя с чуждым помыслом, при содействии благодати безмятежно сделал он дело свое. Бесстрашие рождает гордыню, а гордыня матерь непокорности. Смиренно-мудрее и кротость обладающего им пригваждают к страху Божию, как столб, утвержденный в храме Божьем. Блюди, садбес высокоумие, чтобы не впасть в дух гордыни и неподчинения и не сделать себе вреда. Нет тебе стыда пребывать в подчинении о Господе и своими руками делать доброе. Сия небольшая печь и скорбь, претерпеваемые тобою ради Господа доставят тебе вечную жизнь. Представь, что кто-нибудь на Драхму выменивает многие тысячи талантов золота. То же значит и всяческая печаль монашеской жизни в сравнении с будущей скорбью, которая сретит делающих худое. Уступаешь ты малое, а тебе дается великое, посему отрекайся от высокоумия и часть твоя будет Господь. Отличительные черты и признаки человека, имеющего истинное смирение, суть следующая. Почитать себя грешным паче всех грешников, не сделавшим ничего хорошего пред Богом, укорять себя во всякое время, на всяком месте и за всякое дело, никого не хулить и не находить на земле человека, который был бы грешнее и нерадивее его самого, но всех всегда хвалить и прославлять, никого никогда не осуждать, не уничижать и не клеветовать, во всякое время молчать и без приказаний или крайней нужды ничего не говорить, когда жизнь просит и есть намерение или крайняя нужда заставляет говорить и отвечать, тогда говорить тихо, спокойно, редко, как бы по принуждению и со стыдом, ни в чем не выставлять себя за меру, ни с кем не спорить, ни о вере, ни о другом чем, но если говорит, кто хорошо, сказать ему да, а если худо, отвечать, как знаешь, быть в подчинении и гнушаться своей волею, как чем-то пагубным, иметь взор поникшим всегда в землю, иметь пред глазами смерть свою, никогда не прознословить, не пустословить, не лгать, не противоречить высшему, с радостью переносить обиды, уничижения и утраты, ненавидеть покой и любить труд, никого не огорчать, не уязвлять ничью совесть. Таковы признаки истинного смирения. И блажен, кто имеет их, потому что здесь еще начинает быть домом и храмом Господа, и Бог вселяется в нем, и делает сон наследником Царстве. В том нет смиреномудрия, чтобы грешнику почитать себя грешником, но смиреномудрия состоит в том, чтобы, сознавая в себе многое великое, не воображать о себе ничего великого. Смиреномудр, кто подобен Павлу, но говорит о себе «Нечисо же в себе свем!» Или «Христос Иисус, прииде в мир грешный спасти, вот ниже первый есть маз». Итак, быть высоким по заслугам и уничижать себя в уме, вот смиреномудрия. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворица, речет Господи, заступник мой и си, прибежище моё, Бог мой, уповая на него, я готовы избавить тебя от сети ловча, от словеси мятежна, плечма своим осенит тебе под крылею, надеющийся оружием обытия истинно его, не убоившись от страха ночного стрелы, летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие и беса полудиного, подета страны твоя тыща, и тьма десной тебе к тебе же не приближится, обачи от чима твоим осмотришь во всех путях твоих на руках возму тяда никогда пред не шагами ногу твою на аспи да и усилийска наступишь и поперешь льва и змия яко на мя уповая сбавлю и покры яко познай имя мое воззовет ко мне услышу его сними скорби и зму его и прославлю его долготую дни исполни его явлю ему спасение мое возведох очи мои в горы отнюдь даже приедет помощь моя помощь моя от господа сотворшего неба и землю не дашь во смятение ноги твоей они же воздремлет храняй тебя си не воздремлет ниже уснет храня израиля господь сохранит тебя господь покров твой на руку десную твою во дни солнце не ожет тебе неже луна ночью господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твою господь господь сохранит вхождение твое исхождение твое отныне и до века отче наш ижи иси на небесе да светится имя твое да приедет царствие твое да будет воля твоя на небесе и на земле хлеб наш насущный дашь нам днись и остави нам долги наши окужие мы оставляем должником нашим не веди нас в искушение но избави нас от лукавого господи дай мне с душевным спокойствием встретить все что принесет мне наступающий день дай мне всецело предаться воле твоей святой на всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня какие бы я не получал известия в течение дня научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением что на все святая воля твоя во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть что все неиспослано тобой научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим никого не смущая и не огорчая господи дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня руководи моею волею и научи меня молиться верить надеяться терпеть прощать и любить аминь достоя есть я по боги истину блажен и дитя богородицу крисно блажен богородицу и премьер богородицу и матер бога нашу честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения богородицу и тя величай богородицу и богородицу Продолжение следует... 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 Продолжение следует...